Всем моим зрителям огромный привет! В этом видео я хочу вам показать вещи, которые я выбрасывала. Это гардероб, бижутерия, аксессуары для волос, обувь, в общем, очень много всего. И мне стало надоедать, что открывая шкаф, я сталкиваюсь с целым рядом непреодолимых задач. Например, что половина вещей на мне просто вываливается, остальную половину невозможно передвинуть. Чтобы достать какую-то кофточку, нужно 4 стопки хлама куда-то в угол переместить, потом обратно. Вот эти все игры в шашечки, в общем, дико надоели. И каждый раз боишься, что тебя просто пришибет забытая вещь, которая за всем этим хламом спряталась. В общем, мне хочется, чтобы у меня остались нужные вещи, которые действительно актуальны для меня, которыми я пользуюсь. И минимум всякого шматья на случай, если у меня найдется бабушка, которой надо будет перекопать огород. Или если прорвет во дворе трубу, и надо будет вброд по грязи добираться за хлебом. Ну, в общем, все вот эти вот, типа для особых случаев бабы Яги, я решила от них избавиться. Но не только от них. Итак, сейчас начну по порядку. Первое, честно говоря, я, как уже говорила, вещи не выбрасываю, вам не советую. У нас можно отнести на мусорку, их разбирают, либо отдать там кому-нибудь, кому нужно. И, собственно, чтобы вы не переживали, даром ничего не пропадает. Итак, первые мои сапоги это центрообувь. И они очень зимние и на меху. Ну, типа на меху, естественно, это синтетика. Они из искусственного замши и для реально зимы это просто кошмар. Потому что они очень быстро мокнут. То есть ткань, даже несмотря на то, что она плотная, при первой же луже превращается в такую вот, не знаю, салфетку, которую промакивали воду. Из нее реально можно все выжимать, ноги мокрые, в общем, жуть. Дальше. Классный, классная пальтишка. Вот такой а-ля твит. Я его показывала в одном из последних видео. Но случилась одна непредвиденная проблема. Он у меня большой. Соответственно, вот эти все, а вдруг будет очень холодно, и мне придется надеть на себя 8 свитеров. И как раз он на меня тогда хорошо свянет. Я решила себя не обманывать и отдать. Дальше брючки. Вот такого классного красного цвета. Вот такие. Они с низкой талией. Сейчас покажу. Я их покупала 100 лет назад. Еще в Glory Jeans. Ну, как пару лет назад. Вот такая у них талия. Очень низкая. И, собственно, чем они плохи? Даже если у вас нормальные пропорции тела, низкая талия визуально ноги заканчивают там, где начинается пояс. Соответственно, если это низкая, то кажется, что вы такой длиннотуловичный коротконог. В общем, что-то страшное. И как-то очень сложно выглядеть симпатично, когда у тебя вот такусенькие ножки, и ты ими там едва перебираешь, не вся на них вот такое огромное спичечное тело. Тоже решила избавиться. Дальше мои синтетические типа спортивные штаны. Они неплохие, но минус китайцам завронил, потому что было написано, что они типа хлопковый коттон. Ну, что-то такое было. И я даже потом проверяла, но это чисто синтетика. Я не знаю, если вот у меня волосы намагнитятся, но они конкретно намагнитят. Вот, смотрите, все подряд. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. В общем, когда я их надеваю на себя, у меня буквально в смысле весь пух на теле стоит дыбом. Я, знаете, такая становилась персик в прямом смысле слова. Ну, ощущения, конечно, жуткие. Так что тоже до свидания. Так, дальше пошли шелестящие предметы. Потому что я их уже запаковала в сумке. Моя классная сумочка, которая мне очень понравилась. На лето я ее себе заказывала. И уже представляла, как я в роли принцессы буду... Принцесси... Принцесски буду рассекать краснодарский воздух. И прям-таки стану королевой улицы. Но, в общем, эта сумка пожирающая руки. Потому что у нее вот этот тип корсетки. Здесь очень острая молния. Молния буквально-таки мясорубочная. Вот реально я туда руку запускала. Видите, она обхватывает все на свете. И царапает ладони с двух сторон. То есть она очень-очень острая. Это вообще ужасно неудобно. Причем это вскрылось только после того, как я ее начала активно пользоваться. Еще минус. Чтобы что-то достать, нужно вот так вот, знаете, заниматься процессом. Не знаю, с чем там можно сравнить. В общем-то, там кратить сумку. Потому что там вообще нереально ничего найти. И опять-таки, ты нашел, давай туда руку запускать. И тебе ее прищемили. В общем, сплошные расстройства. Так что тоже я с ней, честно говоря, ходила там пару раз. Тоже ее отдам. Ой, как все шелестит. Ну ладно. Сейчас побыстренько мы помучим. Значит, следующая сумка, это, которая тоже мне дико на сайте понравилась. Я думаю, вау, кофейная крокодиловая кожа. Где еще можно найти такую ящерку? Но она из очень-очень-очень тонкого материала. То есть я вот его держу, знаете, не знаю, как вот с чем сравнить. Наклеечки такие детские, да. Вот наклеечка в одну сторону. Вот эта фигня, которая клей закрывает, в другую. Вот примерно такая же Таню Пайсенко. Мне кажется, малейшее усилие, оно у меня просто на две половины разойдется в руках. И я, собственно, ее разорву. Ну, вообще как бы так. Если буду торопиться, то точно. И, в общем, вот эти вот неосторожные движения не хочется совершать. Ну, как бы и просто по ощущениям. Такая, гляньте, тонюсенькая, тонюсенькая. Вот ты отойдешь, и непонятно, что за пакетик на тебе под видом сумки. Поэтому тоже я ее отдам. Хотя она на сайте, конечно, выглядела гораздо более презентательно. Ой, сейчас. Так, следующее. Это мой пуховик. Пуховик мне служил верой и правдой целых, ну, наверное, года 4 точно. Вот такой вот здесь мех. Это не собачка, это не дворняга. Это просто синтетика. Гляньте, у меня все волосы к нему как потянулись. Ой, мамочки. Вы представьте, вот в таком виде ходить ужас, конечно. Гляньте, все. Сейчас это будет нескончаемый процесс. На-на-на. Фу. 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 В общем, ужас. Вид, конечно, стрёмный. И, более того, его нормально не расчешешь. То есть, это просто невозможно. Ну, не считая того, вы представьте, что творится на голове, когда вот этой фигней по ней поелозит. Если просто я подношу, у меня все волосы в шоке уже начинают как бы вздыбливаться. Ну, и сам он, конечно, это пуховик из Инсити. Вообще, я Инсити люблю, но пора уже на покое пуховику. Здесь поясок такой завязывающийся. И мне сейчас больше нравится, когда пояс такой, знаете, стационарный, с бляшкой какой-то. А не вот это вот обвязывание себя в четыре яруса. И, в общем-то, половина тут надута, потом снизу там перетянута. Ну, тоже как бы старикашечка. Думаю, можно уже от него избавиться. Так, следующее. Это мои водолазочки. Водолазки я покупала с копом по три штуки. Причем я увидела, ааа, вроде такая такая нормальная. Купила сразу три. Причем я не мерила. И проблема в том, что у нее очень узкая горловина. Не знаю, либо у меня очень большая голова. И целое дело вот голову туда просунуть. Я реально после того, как я просуну голову, у меня потом целый день отваливается верхняя моя окружность. Потому что, ну, невозможно такое давление терпеть. Она тоже на шее очень плотно сидит. Но, вообще, она, мне кажется, не малаковата. Хотя размеры у нее, по-моему, ну, не маленькие. Кажется, ну, минимум сорок четвертый. Но у нее короткие рукава. И я хотя бы вроде как брала с запасом, чтобы не в облипку. Но все равно рукавчики такие коротенькие. И вот этот вид подстреленного пингвинчика никуда не деть. Так, следующая. Это моя кофта. Блин, она бедненькая. Мала на изнанке. Ну, в общем, покажу вам ее перед. Ой. А, это не то. Это мое платье. Я его не собираюсь выбрасывать. Еще думаю, блин, я вроде кофту выкидывала. Но платье мы очень сильно на нее похожи. Поэтому оно чуть не угодило под раздачу. Поэтому показываю вам лосинки. Не знаю, если у вас в гардеробе вот это а-ля я из 90-х. У меня бомба. Пластиковые серьги в ушах. Там туника. И жвачка. Вот так вот. Ну, в общем, что-то в стиле диска. У меня вот такие были лосины. Ну, как были. В общем-то, они у меня есть. Я их носила на осень с туникой, закрывающей пятую точку. И мне казалось, в общем, даже симпатично. Но сейчас я все-таки начинаю двигаться к рубежу возрастному. У меня уже непозволительно. Ну, как-то я себя, знаете, чувствую не очень. Когда иду, у меня там что-то снизу чересчур обтягивает. Поэтому вот эти вот блестящие лосинки я тоже отдаю. Дальше мальчика из серии. Вот как раз о чем я говорила. Если там у меня будет четверо детей, и мне надо будет играть в саду детском в Абу-Ягу, оставлю-ка я эту мальчику. Она ужасно застирана. Ну, прям, ладно. Не такая уж она, честно говоря, страшная. Но она просто очень много раз постирана. Она что-то поношена. И, как бы, хотя у нее ничего не отвалилось, но она такая уж очень, как бы, уставшая. Поэтому вот это вот появление дома в форме, знаете, выгоревшего на солнце половичка тоже мне надоело. Так, следующая кофта. Вот такусенькая. Вот такусенькая кофта. Все бы ничего, но она очень прозрачна. Прозрачна. И, как бы, так, что-то на камере она ни разу не прозрачна. Она, в общем... Слушайте, может, меня обманули, она не прозрачна. Ну, в общем, у меня через нее видны все мои окружные выпуклости. Поэтому не очень это удобно. Как бы, идешь и все все рассматривают. Мне это не нравится. Дальше не знаю, как меня угораздило купить вот такую кофту с огромным вырезом. Я под нее, честно говоря, приноровилась надевать вот это. Но возникает вторая проблема. Что если вы ее, как бы, не на голое тело, а по эффекту капусты, то, соответственно, вся эта капуста скучковывается слой за слоем на вас. И в итоге вы, знаете, как с тремя спасательными кругами. То есть она добавляет визуально килограмм все эти слои. Поэтому тоже, как бы, это не в моем случае, у меня каждый миллиметр на счету. Дальше вот эта кофточка, это из новинок. Тоже я ее вам показывала, а-ля там, что там, это дико окошко. Но дико окошко у меня не сходится на груди. Плюс это все сильно усиливается вот этим черным кантиком, потому что он, ну, сразу показывает ломаную линию. Да, если как бы он идет ровно, а потом он вот так оттопыривается и не сходится. Сразу это все дело очень сильно заметно. Поэтому приходится отдать. Дальше мои спортивные штаны. Ой, слушайте, что-то они тоже бедные все в шерсти. Ну, сейчас вам покажу верхушку. Вот мои спортивные штаны, где я их покупала в магазине Твое. В общем-то, на них спали много роскошки. Они такие обычные. Ну, ничего у них нет, но проблема в том, что спортом я не занимаюсь. А для домашней носки у меня есть штаны с более высокой талией. Так как это низко, опять-таки, передавливает бока. Ты наклоняешься куда-то неудачно. И, в общем-то, пятая точка выскались в этой, короче, вот это вот туда-сюда, карусели. Там штаны на тебе, штаны на полу. Постоянно все это дело контролировать. Это ужас. Дальше штанники, брючки из H&M. Я у них даже как-то собиралась поехать на конференцию. Сейчас вам покажу. Вот H&M. Такие классные, очень мне нравились. Кстати, я даже купила 42-й размер. Но, несмотря на это, они на меня большие. Причем очень, знаете, закадычно большие. Они как бы сделаны по типу наездника. То есть, тут у них, как она называется-то, выточка. Вот. И здесь присобрано. И присобрано, получается, в области паха. И, соответственно, когда вы делаете неловкое движение, это все кучкуется. И такое ощущение, что у вас есть сюрприз. Причем, знаете, такой не очень приятный сюрприз в трусах. Я не хочу такое впечатление производить, поэтому тоже даю. Дальше юбка а-ля я школьница в стиле тату, там что-то такое. Но она, видите, у нее такой фасончик, разлетайка. То есть, вот. Она, как бы, вы ее надеваете, она просто в талии почти обтягивает. И дальше вот так вот диском в разные стороны расходится. И, конечно, вид, ну, такой подстреленной школьницы. То есть, она добавляет габаритов снизу. Просто вот эти все окружности на тебе. Ты идешь и не знаешь, с какой стороны там ждать опасности. Потому что, собственно, юбка параллельно земле. И, как бы, мало что прикрывает. Тоже надоело, отдаю. В общем, вот этот пасок очень классный. Он новый. Но проблема в том, что он на мне не сходится. А так все замечательно. Точнее, как я могу, если очень сильно тяну живот, лягу на спину, там, позову третьих лиц. Они там как-то его, в общем-то, сведут на мне. Но потом ты встаешь, у тебя с всех сторон распирание. И, как бы, жуть какая-то. Приходится ни есть, ни пить. Так что, нет. Такая же водолазка, какую я вам показывала. Горчичную, но другого цвета. Далее мой свитшот, который понравился подавляющему большинству зрителей. Это вот такая расцветочка голубая. И цвет у нас озера. Видите? В общем, беднягу скомкала. Тяжелая жизнь. Но проблема в том, что здесь нет подкладки. И поэтому, ну, как подкладки, да, собственно, ее вообще нет. Хлопка во всяком случае. И он к телу неприятен. Опять-таки, очень сильно электризует волосы. Ну, ладно, не буду драконить. Но, в общем, они реально тоже дыбом стоят. И просто вот даже я трогаю, да, я чувствую это статическое электричество. Мне оно не нравится. Так, что там еще? Что там еще? Сейчас достала. В общем, приходится ногами поднимать. В общем, второй этаж работает. Кофта. Не знаю, видели ли вы на мне ее. Я вообще-таки не понимаю. Но, несмотря на это, я в ней 10 лет ходила. Она очень плотная. Покупала ее тоже в Инсити. Она такой вот шерстяной трикотаж. Что-то, в общем, типа того. Но при этом короткий рукав. Я не понимаю теплые вещи с коротким рукавом, да. И, как бы, когда холодно, мне холодно. Потому что руки голые. Когда жарко, мне жарко. Потому что она теплая. Но, собственно, я ее носила с лосинами, которые я даю. Поэтому от нее тоже решила избавляться. Дальше, что касается бижутерии. Не буду вам показывать. У меня, честно говоря, огромный мешок рядом лежит. Но, так скажем, по пунктам пробегусь. Ободки. У меня целая огромная куча ободков. Причем все такого видно. Как будто бы... Как будто мне мало лет. Либо как будто у меня что-то с развитием. Либо как будто у нас ничего больше не продается. То есть вот эти детские ободочки, мне кажется, они меня очень сильно простят. Такая клашка-дунька. Такая, типа, косит под барби. Там, в общем, что-то непонятно. Дальше браслет. Вот такой браслет. Тоже мне, в принципе, он понравился. Но сейчас я немножко по-другому смотрю на то, что он желто-закадычно дешевый. То есть он такой вызывающе дешевый. И вот это вот, типа, сусальное все золото. Хочется поскорее выбросить. Браслетенько, да? Больше для него не дотапливается. Дальше. Что это у нас? Очки. Не поверите. Тоже какая-то подделка под гучи. Жуткие. Просто жуткие вот это. Вот знаете, я играю на баяне. Там ла-ла-ла. Открываешь. И тут вот эти очки бедные, сконфуженные. Ну, очки сами, в принципе, неплохие. Но мне такие не идут. То есть я такая, знаете, вот эта перегородка, как будто у меня брови срослись. Поэтому тоже отдаю. Ну, очки черепахи, которые там я на солнышке лежу, тоже решила отдать. Что там еще всякие бижутерийные вот браслеты, которые пооблазили, либо собираются в ближайшее время пооблазить. У меня, честно говоря, бижутерий просто огромный пакет. Да, ну, конечно, мне уже есть там отдать. Поэтому напишите мне, пожалуйста, следили письма о том, что именно этого вам не хватало, чтобы там хорошо, счастливо жить. Ну, как бы я уже пообещала. Такой тоже классный цветочек. Очень неплохой. Может, можно было его даже летом носить. Но, опять-таки, образ сразу такой дурочки-блондинки. Я как бы не хочу. У меня так в лице достаточно черт, чтобы я такого впечатления производила. Так что еще его усиливать вообще не камельфу. Так, ну, и, собственно, вот целая куча ободков из этой же серии. Да, пластиковый. Потом вот этот гипюровый. Тоже непонятный, типа, вечерний вариант, что ли. Вот эти все цветы. Ну, такой стиль. Я сейчас иду на огород. Ну, в общем-то, тоже. Поэтому я все-все-все собрала без жалости, что я вам советую сделать. Я просто кайфую от того, что открываю шкаф, и на меня ничего не вываливается. Я могу протянуть руку, и она не встретит препятствий в виде пяти там тонн шматья, которые я не ношу. В общем, я могу спокойно что-то достать, и не случится великая разруха, как бы, да. Ничего там не падет, башни не развалятся. И, в общем-то, спокойно могу залезть в свой шкафчик и покопаться там от души. Вот. Все, что я хотела вам рассказать, жду ваших комментариев. Всех целую. Ну, и пока.